всем привет с вами ольга чернова и огородная азбука сегодня 11 января позавчера я ездила в садовый магазин как я вам уже говорила начала искать прибикур наконец-то я купила себе прибикур потом купила все что нужно разные перчатки от тончайших до грубых прорезиненных и про перчатки я тоже потом хочу нашим новичкам рассказать какие когда лучше применять а какие вообще лучше не покупать но это будет чуть позже и сейчас до перчаток еще не дошло а в этом видеоролике я хочу дожить хочу рассказать о том как использовать привикур как его хранить ну не то что хранить и сохранять потому что я вот беру в такой большой упаковочке которая удобно открывается а те кому не нужно много они же покупают вот в такой и вот это она менее удобно потому что проблематично берем же по полтора или по три миллилитра как ее отсюда брать люди вообще не знают носик обрежешь возьмешь всего полтора миллилитра а остальные куда тут же и 20 я вот показываю на другом средстве на консента потому что тот пустой я к сожалению выбросила но это будет просто как этот ну как образец чтобы объяснить показать я беру вот этот большой еще преимущественно из-за того что у нас он дефицит и купив один раз я я зато знаю что вот мне нынче на этот год хватит у меня с прошлого года вот старый еще остался видите старый такой уже за заработанный тут у меня немножко осталось но мне этого будет мало и тут крышка то удобно открывается у этого видите вот колпачок и преимущественно из-за этого мне тоже удобнее что открывать не надо не заклеивать ничего но опять же говорю не всем нужен вот у нас он стоит 440 рублей дорогая цена это один из недостатков этого средства сейчас расскажу как пользоваться вот этим я в прошлом году но как-то мельком говорила сегодня специально хочу снять видеоролик потому что уже спрашивала у меня одна зрительница которая купила и она недоумевает как оттуда взять такое маленькое количество полтора миллилитра потому что в инструкции очень хороший плюс этого средства что у него нет разных дозировок у него дозировка одна на два литра три миллилитра я всегда делаю полтора миллилитра на литр или три миллилитра для этого использую шприц это очень удобно и вот так таким способом можно сохранить средства еще оставить на будущий год я просто делаю вот так вот прокол иголкой не буду прокалывать потому что это средство от насекомых я возможно нет от чего это тоже фунгицид но я им еще не пользовалась не попробовала когда у меня не было привикура мне сказали что вот консенто это тоже фунгицид и заменяет привикур я его взяла но потом нашла привикур и он у меня так остался как на крайний случай вот делаю прокол набираю например мне нужно три миллилитра шприцам удобно точная дозировка вот пригодились шприцы нынче пришлось уколу делать от артроза боли были ужасные локтевой сустав все шприцы я оставила теперь навесную шприцами запаслась иглу убираю и тут дырочка остается микроскопическая я сразу же заклеиваю и скотчем скотч если заклеить вот как по чистой по ровной поверхности он намертво прилепляется и эту дырочку почти не видно но тут нужно соблюдать обязательное условие что когда вы следующий раз захотите взять втыкайте обязательно в ту же дырочку не надо делать из него решето вот уберете скотч и прям осторожно в этот же в это отверстие воткнуть иголку наберете еще например полтора или три миллилитра так как здесь 20 миллилитров по моему да его хватает очень надолго если вот например для посевов для обработки семян и грунта использовать он очень экономичен этих двух литров не хватает вы знаете что я сею по многу массовые вот как в прошлом году делала массовые посевы я же тысячами сеяла вот эти семена и его хватает двух литров ну прям на целый день работы единственное что его нельзя оставлять и если вы сеете небольшое количество то берите половину дозы все вот про этот препарат как использовать я рассказала еще купила в магазине лунный календарь завтра буду говорить вам о лунном календаре и покажу тем у кого нет в продаже лунных календарей покажу вам расскажу что тоже соблюдает лунный календарь тут очень много интересного и поговорим о лунном календаре и хочу еще показать вам купила вот такую штучку сажалка не знаю работает или нет в реально в реальной жизни ни разу вот таким не садила сказали что это для мелких для редиски для капусты меня всегда убивала вот эти мелкие семена если капусты посадить целую грядку вот когда я на рассаду я же вручную все а по одной штучке садила теперь попробую вот эту сажалку хотя бы чтобы посадить редиску вот эта новинка этого года у меня интересная такая все до свидания я надеюсь тем кто привикур нашел и решил попробовать нынче первый раз эта информация будет полезна это действительно очень удобно шприцом пользуются потом я покажу как я шприцом сею петунию замоченную в привикуре схожесть у нее сразу увеличивается потрясающе и что самое главное она потом не болеет черной ножкой потому что семена петунии вы понимаете замачивать нереально это же не арбуза не помидоры их не протравишь их не замочишь от болезни она очень восприимчивая вот шприцам очень удобно но это будет чуть чуть позже до свидания